Духовный центр имени пророка Иссы уже давно стал объектом народной стройки. Жители из разных районов Дагестана и не только по сей день вкладываются в его возведение и участвуют в строительных работах. На данный момент уже залита последняя колонна, но впереди еще много работы. О том, как на сегодня проходит строительство одного из грандиозных проектов республики, расскажет Абдулла Алиев. Открытие мечети имени пророка Мухаммада на территории будущего духовного центра имени Иссы уже стало заветной мечтой для многих дагестанцев. Больше года неравнодушные люди вкладывают свои средства на его строительство. Всем оказавшим помощь были вручены специальные сертификаты. Уже посредством народного сбора денег залиты все колонны. Каждая из них будет иметь свое название соответственно сертификату. У нас есть реестры, кто заливал, имени кого заливали, это колонны, ригеля, арки. И этот реестр мы сейчас над этим работаем, доводим до ума. И мы выложим это в интернет, будет на сайте, будет отдельный такой реестр в бумажном варианте. Потом, наверное, какой-то компьютерный вариант в музейной части тоже где-то будет, наверное. На протяжении строительства было немало примеров, когда люди преклонного возраста вносили свой вклад в богоугодное дело. Последняя колонна была залита на средства Патимат Абдулхакимовой. Пожилая женщина, вырастившая 11 детей, сейчас на пенсии. Все свои накопленные сбережения она решила отдать на постройку мечети. Нам нужно ценить то, что сегодня у нас есть возможность участвовать в таком благом деле, как строительство мечети. Ведь было время, когда это было невозможно. У меня пенсия сейчас стала больше, чем раньше. И я при каждой возможности стараюсь тратить деньги на богоугодное дело. Колонны все залиты, впереди еще другие строительные работы. Вся площадь территории мечети составляет более 30 тысяч квадратных метров. Из них на данный момент перекрыто всего около тысячи. Впереди колоссальный объем работы, и без помощи людей здесь не обойтись. Как и раньше, всем принявшим участие в строительстве будут вручаться специальные сертификаты. Но все же главной наградой для мусульман будет завершение строительства духовного центра, который останется в наследство будущим поколениям. Абдулла Алиф, Магмед Расул Абакаров, телеканал ННТ, Махачкала.